Однажды, в 2008 году, я придумал, когда работал с иркутским кирпичом. Все зависит от угла наклона, то есть стамески. Она создает пленку, поэтому надо обязательно губкой, один рез вот так, второй рез вот так. И все, кубик вылетел. Вот она, четверть. Печь строится по желанию заказчика в стиле дикий камень. То есть это ручная обработка кирпича. В данном случае использован иркутский кирпич. То есть на цветовом он хорошо играет. Вот здесь называем дикий камень. Смотрится сочетание гладкой вот этих кромочных поверхностей и рваного. Смотрится как будто печка отделана плиточкой. Брутальный, так же, на самом деле. Брутальный, да, такой красивый. В массиве, когда он смотрится, почистится. Потом мы, когда разными цветами выделим сосна. А сейчас мы еще что-то попройдем в сокровищницу, где это все производится и делается. Рабочее место? Да, рабочее место печника, да. То есть как оно оборудовано и как все это все происходит. Ну, посмотрим там. Ну, вот я говорил, что печка выполнена в диком камне, да. То есть в стиле обработки кирпича дикий камень. Это однажды, в 2008 году я придумал, когда работал с иркутским кирпичом. Он был тогда совсем другого качества, еще хуже гораздо. Была задача сделать красиво из никакого кирпича. То есть, ну, вот я попробовал его доколотить, добить. Получилось, ну, поинтереснее, посимпатичнее. Вручную, я раньше делал это, болгарка вот так вручную прокатывал, потом скалывал. То есть это были первые шаги в России, то есть вот по такой форме обработки кирпича. Значит, сейчас уже многие этим пользуются. То есть как бы и после того, как Саш Завутский выложил на своем сайте. Здесь иркутские печники уже. Кстати, в компании Печный мир в цехе тоже кирпич обрабатывают в дикий камень. То есть можно заказать. Я, кстати, когда видео посмотрел, я еще не знаком был с тобой, Валентинович. И этот камень сделал у себя, и мы тоже начали уколотить. Мне понравилось прям, ну, как оно смотрится. Конечно, сначала не так ровненько, в руках болгарка где-то больше, где-то меньше. Но в общем массе все равно смотрится красиво. Ну, рабочее место, где все это происходит. Значит, вот построили вот такой балаган, чтобы поменьше пыли разносилось по участку. Потому что рядом стоит баня красивая под шлифмашинку, значит, сделанная с рук, да. Чтобы его сильно не пылить. И все приборы, приспособления, которые есть, ну, все спрятали туда под поменьше, в шалаш. Ну, чтобы от дождя было закрыто, и пыль, чтобы по участку не разносилось. Сделал вот с двух сторон. Ага. Вот это шершавая сторона, а вот это гладкая сторона. Вот сделали с двух сторон, и покажем, как... Да, с двух сторон. Вот это гладкая сторона, но это изнаночная грань кирпича. Она немножко глянцевая немножко, да, то есть это изнаночная грань кирпича. Это была лицевая грань кирпича, но она ребристая, и ребра снесли болгаркой. На лицевой грани часто образуются трещины усушки, когда кирпич сушат. Он же вот так вот по транспортеру идет, вот следы от реек, от транспортерных, да, вот. Вот так вот идет. И эта сторона меньше сохнет, а эта быстрее сохнет. Поэтому здесь трещины усыхания неизбежно небольшие образуются. То есть сейчас мы его обколем, покажем, как это делается. Значит, сначала мы делаем... Сначала мы вот на этом приборчике, так называемом четвертователе, делаем несколько пропилов. Пропилы сделали, то есть потом берем стамеску и начинаем колотить. Вот все зависит от угла наклона, да, то есть стамески. То есть и от силы удара, да, то есть угол наклона. Вот немножко круто поставил, да, она слетела вся, получается, да. Вот, а если так колоть, то получается вот такая елочка, как бы, да, некая. Если в одном направлении колоть вот елочка, тогда получается красивее. Ну вот эта вот, которая рваная сторона, да, то есть шершавая, она вот, ну вот так вот смотрится, комковатая, то есть, да, структуру кирпича. А которая с лицевой гранью, она немножко поплотнее, немножко поинтереснее смотрится. То есть лучше, конечно, колотить его с нетронутой обожженной гранью, потому что корочка закала где-то 5-7 миллиметров, да, вот мы видим, ну, здесь вот сантиметр по постели, вот она, более светлая полоса, да, вот эта корочка закала, вот она идет, вот сюда транслируется. Это как она повторяет тепловую эпюру кирпича, вот, вот видно корочку закала. Когда мы колотим в рамках корочки закала, она более прочная, более крепкая и в то же время более хрупкая, да, то есть исколы получаются более равномерно зернистые. Когда мы эту корочку закала удираем, вот с этой, ну, с лицевой грани, естественной, мы скрываем пористую структуру под ней, мягкую, рыхлую, и получается вот такой комковатый, то есть, как бы, ну, рез, кол, да. А вот когда внутри корочки закала работаешь, колотишь, то есть вот такой более плотный, более сливной, то есть, ну, рисунок. То есть это внутренняя стенка, да, которая... Это изнаночная грань, да, внутренняя стенка. То есть вот она, вот эта обработанная, а вот эта просто задняя часть. Да, то есть она лучше, конечно. Да, если заднюю часть колотить, то есть, ну, вот она такая, вот внутри корочки закала равномерный такой скок получается, да. Ну, вот форма обработки скала или рваный камень. То есть в массиве тоже смотрится неплохо, но поймать шов, чтобы и прочистить его, ну, достаточно сложно. Поэтому, когда вот эту вот оттачивал технику, да, то есть обработки в дикий камень, пришел к тому, что все-таки сначала я это делал болгаркой вручную, то есть вот так отпиливал сегмент на диске, да, то есть на толщину сегмента, вот на эту, как ориентир. То есть по краю заход сделал, сегмент загрузил вот на толщину его сегмента и здесь перевернул, здесь и вот так пропилил, а потом обкалывал. Швы легче удержать в рамках приличия, то есть соблюсти прямолинейность шва, да. И вот эта кромка, сочетание рваной части, да, с гладкой вот этой поверхностью, оно как бы, ну, дает такой интересный эффект, брутальный, да, такой. Вроде бы и есть ориентир ровной кромки, которая шов обозначает, да, то есть рисунок шва. И есть вот такая часть, которая, ну, как бы ломает всю геометрию, всю плоскостную, так сказать, восприятие, да. То есть в массиве смотрится хорошо. То есть вот в этой технике, то есть эта печка строится, заказчик вот пожелал, вот так. Значит, ну, рабочее место, вот я говорил уже, вы построили балаган, значит, поставили станок, чтобы мокрый рез, то есть кирпич прямо и параллельно, то есть повдоль и под 45 градусов, чтобы можно было резать кирпич. Когда надо снять уголочки такие, да, вот под 45 градусов, когда там отпилить повдоль надо. На маятнике это болгарка вручную, долго пилить и пыли много. Здесь это все делается проще. Ну, чтобы не мешался, убрали это фаскователь, значит, фаски снимать, да, то есть сделанный. Рамка уголок, в который вставляется кирпич, чтобы снять фаску, да, вот так вот. Когда болгарка крутится, просто вот так кирпич прокатываем, и фаска снимается, да. Значит, чтобы на кирпиче не оставалось черных пятен от металла, здесь все обрамлено нержавейкой. На верстаке лежит сразу несколько болгарок, все они включены. Удлинитель, да, то есть все они под рукой, все они в зоне доступа, значит, все абсолютно включены сразу подряд. Значит, одна болгарка с чашкой для калибровки кирпича, чтобы убрать юбку, да, чтобы убрать юбку. Потому что кирпич по геометрии, ну, не соответствует, то есть размерам, и неудобно с ним работать, и невозможно соблюсти толщину шва, когда одна грань толще другой, то есть, поэтому приходится ровнять. Ровнять приходится и по длине внутренней грани, и по толщине кирпича. То есть, ну, выкладывается несколько кирпичей на верстаке, вот так в ряд. Четыре обычно я выкладываю четыре кирпича, вот они, смотрите. Значит, ты болгаркой, круговыми движениями, вот такой чашкой это доводится. Это моя любимая чашка 150-я, с таким сегментом. Алексей любит больше вот такую чашку, которая называется Дельвирфин, не Боритовская, то есть, производство. Я тоже ее люблю, от нее крошки, у нее за счет того, что юбка шире, вот этот посадочный диск, шире, чем сам сегмент, и сегмент направления вращения сюда, сегмент как бы веер на выброс, да, работает. Когда ее вот так держишь, крошки в глаза не летят. Очень удобно. Да, поэтому... В отличие от бумеранга, у бумеранга сегменты, у чашки, которые называются бумеранг, сегменты в обратную сторону развернуты, вот сюда вот, бумеранг. И когда ее бумерангом обрабатываешь, крошки во все стороны летят, и вверх, и вниз, и в глаза, везде, короче, лицо запорашивает. В этом смысле Дельфин гораздо лучше, потому что у бумеранга сегмент выходит за пределы посадочной чашки, то есть, на 3-4 мм шире, а у этой, наоборот, он спрятанный за посадочную чашку, и она работает как отбойник, как защита, да. То есть, эта чашка очень легкая, не убивает редуктор у болгарки, и отцентрованная, то есть, у нее нет никакого влияния. А, эта чашка потяжелее, металлическая, да. Водичка, после каждой обработки мы полностью моем каждый кирпич, потому что на нем остается... Потому что на нем куча пыли остается после калибровки, да? А потом он уже идет вкладку, то есть, лежит минут 10, обыгает маленько, чтобы он был... Пропитался водой? Пропитался водой, и все, потом уже мы его раскладываем на сухую на печке, подгоняем по горизонтальным, вертикальным шлангам, и все. То есть, поролоном обязательно смываем пыль, потому что просто вот так вот, вот он, кирпич мокрый, сухой, да, вот он в пыли, вот красные руки, да, в пыли. И просто так, когда мы его намочим, этого толку не будет. Да, то есть, пыль не смывается, и она по-прежнему вот, вот, пожалуйста. А она создает пленку, поэтому надо обязательно губкой, да, то есть, вот смывать эту пыль, которая забита в порох. И вот теперь, вот, рука чистая. Нету ничего. Вот чистый, чистый. Вот теперь его можно вкладку использовать. Обязательно продуваем болгарки в процессе работы. Вот, видно, да, пыль? Обязательно продуваем, чтобы пыль, она является абразивом, чтобы она, значит, не... Ну, щетки изнашиваются быстро, когда попадают в вентиляционные решетки, вот в щеночное отделение. Щетки якорь изнашиваются, потому что пыль кирпичная, это же керамика, она абразивная и камень. Я вот ножи, допустим, точу об кирпич всегда так. Все, и канцелярские в том числе. Ну, и он, и стамески также можем поправлять. Ну, правильно, потому что они тупятся тоже. Тупятся, когда колешь. И вот об кирпич поправил, то есть... Ну, есть плитка, плитку можно... Кирпич тверже, тверже, чем металл, вот, да, даже иркутский кирпич, и в его ножи точатся очень хорошо, доводятся на нем хорошо ножи. Ну, и тут же вот у нас там мокрый рез станок, а когда надо сделать фигурный рез, и нужна очень точная разметка, допустим, соблюсти в миллиметр попасть, да, значит, режем на маятники. То есть черта не смывается, болгарка, поставленная на стойку, очень удобно, то есть... То есть можно вытянить любые конфигурации. Такие стойки, ну, это вот стойка наше российского производства, смоленского, да, делается в Китае, С-230. Есть аналоги китайские, всякие другие, то есть, ну, принцип такой, что это вот она, на маятнике, на рычаге на большом, то есть закрепленная болгарка 230-я. То есть кирпич насквозь берет вот так вот, и так берет, и так берет, и вот так, если кирпич поставить, то и наискоснение. тоже берет поэтому но все сложные резать там делать а четверти почему этот приборчик называется четвертователь потому что вот вот такие четверти мы выбираем видите вот немытый немытый кирпич сколько пыли на него прямо вот сыпется то есть четверти выбираются за два прохода это четверть симметричная то есть как бы ширина и глубина захода и ширина захода одинаковые да то есть один рез вот так и все и кубик вылетел вот она четверть именно четвертая часть кирпича так и называется то есть его четвертовать именуем народе тоже его придумал не знаю в каком-то лохматом там восьмом девятом десятом году может быть тоже от безвыходности потому что пилки вот такой было очень много а болгарка когда руками пили что ну то глубже зайдешь то там чуть-чуть она вот так пойдет а здесь кирпич он упертый у тебя ровно и рез идет как на рейсмусе параллельно то есть и так так тоже ровно это же рейс как на рейсмусе и получается ровненько аккуратно все регулируется то есть по горизонтали вот этими шпильками да и по вертикали то есть болты откручиваю шпильки стену столик просаживается вниз то есть вот это величина вот это расстояние увеличивается ну вот наше удивительно интересное увлекательное путешествие подошло к концу да да сегодня сколько мы два или три часа тут с вами посмотрели все секреты и так скажем все секреты интересно что в окончании хочется сказать что сегодня мы рассмотрели вопросы организации топлив топливника и процессов в нем происходящих да то есть это система подачи вторичного воздуха это шансовое устройство печей которые обеспечивают круговую вентиляцию да то есть парильного деления можно и не только парильного деления сделать то есть ну данном случае такие задачи стояли значит увидели байпасы чтобы организовать устойчивую растопку что увидели разгонные каналы увидели каналы дополнительного прогрева чтобы дополнительно прогреть углы и по рабочему месту мы еще по рабочему месту как это организовать как это организовано как все это делается пыльно грязно тяжело но тем не менее делается и красиво получается рады были встречи общению взаимно очень приятно что давайте звоните пишите и мы всегда на связи всегда готовы приехать